Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». С вами Ольга Алексеева. Тема нашей беседы – косметология на дому. Об опасности такого вида услуг говорят не только в нашей стране, но и по всему миру. Кого-то это раздражает, кого-то настораживает, но многие не обращают внимание и продолжают играть в рулетку. Чем может обернуться желание сэкономить в погоне за красотой, нам расскажут приглашенные гости. Программы – руководители ведущих косметологических клиник нашей республики, члены Ассоциации клиник эстетической медицины. Итак, знакомьтесь. Нина Жирнова – кандидат медицинских наук, врач-косметолог, директор клиники «Санитес». Здравствуйте! Светлана Отмалкина – врач-косметолог, заместитель директора по медицинским вопросам клиники «Флоранс». Валерий Васильев – хирург-офтальмолог, директор клиники «Идеаллик». Татьяна Адирикова – врач-директор центра эстетической медицины «Астрея». Алена Анисимова – врач-косметолог, руководитель медицинского центра «Эстетика». Елена Жучкова – директор центра косметологии «Ангел». Здравствуйте, уважаемые гости! В условиях распространения коронавируса спрос на услуги на дому вырос. Действительно ли опасны процедуры в домашних условиях и почему? Вопрос вам, Елена Станиславна. Да, действительно. В последнее время надомничество принимает угрожающий размер. Врачи легальных клиник ощущают это по тому потоку пациентов, которые обращаются к нам потом с осложнениями для лечения их. Мне кажется, это связано с несколько таким устаревшим штампом о том, что косметология, такой, какой она была 30 лет назад, до сих пор осталась на том уровне, на уровне масочек, чисточек. Что-то это такое несерьезное, чему может научиться любой, и для этого не нужно иметь специальности. Но, знаете, за последние 20 лет на наших глазах косметология превратилась в фундаментальную науку, очень серьезную, с серьезными основами научными, соответственно. И заниматься она начала не масочками-чисточками, а серьезными препаратами, такими как введение филеров, бутылотоксина, нитей. То есть это фактически граничит с пластической хирургией. И поэтому осложнения тоже очень серьезные. А как-то вот до сознания потребителя это не совсем дошло. И я хочу подчеркнуть, что косметология это врачебная специальность, сугубо врачебная специальность, очень серьезная. В 2009 году приказом Минздрава по России была создана такая отдельная как бы специальность врач-косметолог. А что такое надомничество? Надомничество фактически это оказание нелегальных косметологических услуг лицами, которые не имеют на это соответствующие специализации в несоответствующих для этого условиях. То есть всегда нужно понимать, что тому, кто к ним собирается обратиться, что этот человек уже однажды нарушил закон. Он работает без лицензии, не имея на то юридических прав. То есть предполагать, что какие-то моральные условия у этого человека позволят ему, допустим, не сделать вам какую-то процедуру, которая не показана, не стоит. И если врачебная этика и совесть врача-косметолога, которая работает в легальной клинике с дипломом, никогда не позволит ему ввести вам какой-то несерфицированный препарат или назначить процедуру, которая вам не показана, то в случае с надомникой можно ожидать всего чего угодно. И того, что один шприцфиллер вам могут поделить на трех человек в целях экономии, и ввести ботокс, который был разведен месяц назад, ну вот ввести какой-то контрафактный препарат. Потому что нужно понимать, что цель надомника – это не оказание качественной услуги, а получение максимальной прибыли с наименьшими затратами. И об этом надо всегда помнить. Кто же такой врач-косметолог? Это специалист, имеющий соответствующие образования, опыт, кто постоянно повышает свою квалификацию. Я правильно понимаю, что исходя из этого растет и цена на его услуги? Так ли, Светлана Юрьевна? Ну да, чтобы освоить профессию врача-косметолога, нужно пройти длительный путь. Этот путь требует больших энергозатрат, трудолюбия и ответственности. И состоит из нескольких последовательных этапов. Получение высшего медицинского образования. Учеба в высших медицинских образовательных учреждениях для получения допуска к работе составляет в среднем 9 лет. Для этого необходимо получить диплом врача, пройти ординатуру по специальности дерматовенерология, пройти профессиональную переподготовку по косметологии и получить сертификат специалиста. Таким образом, у каждого врача-косметолога в арсенале должно быть не менее 4 обязательных образовательных документов. Это диплом врача, диплом о прохождении ординатуры, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство об аккредитации и сертификат специалиста, который, кстати, выдается сроком на 5 лет и требует подтверждения, то есть профессиональной переподготовки каждые 5 лет. Вы можете спокойно спросить у специалиста, у которого планируете получить медицинские косметологические процедуры, о наличии данных образовательных документов. И отсутствие какого-то из них может говорить о некомпетентности специалиста, может указывать на то, что он не является врачом и не имеет высшего медицинского образования. Не стесняйтесь спрашивать образовательные документы у специалистов. От себя хочу сказать, что это является предметом особой гордости каждого врача. И врач на протяжении всей своей жизни проходит образовательные программы, участвует в научно-практических конференциях, мастер-классах, диссекционных анатомических курсах. Допуск к таким мероприятиям может иметь только специалист с высшим медицинским образованием. Это требует от специалиста и материальных определенных затрат, и физических, моральных, интеллектуальных усилий. Еще хотелось бы сказать, что, наверное, ни у кого не возникает даже мысли сделать какую-то медицинскую манипуляцию, например, сходить полечить зубы или сделать операцию на дому. И ни один врач, я думаю, тоже не будет оказывать такие процедуры на дому. А косметологи на дому имеют специальное образование? Как это можно проверить, Валерий Робертович? Ну, как правило, это люди со средним медицинским образованием, а иногда и совершенно без всякого образования медицинского. Люди, которые зачастую получают определенные знания на онлайн-курсах, в том числе сегодня это сплошь и рядом, вот эти вебинары проводятся. Где-то вот нахватаются верхушек, и в результате потом идут к людям и совершают такие действия, которые иногда вот наши косметологи, которые профессиональные, которые в клиниках наших работают, ужасаются. Неужели такое можно было сделать? И вот люди почему-то рискуют, идут на это. И понятно, что там где-то дешевле, где-то удобнее, у кого-то может амбиции какие-то. Вот врач ко мне домой пришел. Хотя эти все предыдущие коллеги мои сказали, что это люди, во-первых, которые идут домой, уже не имеют лицензии на ту деятельность, которая подразумевает со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть и дипломы, и сертификаты, и аккредитации. И плюс ко всему прочему, эти люди потом, сделав свое дело, получается, а в некоторых случаях и с осложнениями, исчезают, потом ищи, 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 ищи только, и все. А у нас в клинике всегда на виду, всегда. То есть у нас и доктора все проходят, и конференции всевозможные участвуют, и образовательные вещи. То есть вот в резюме хочу сказать, это очень большой риск для пациента конкретного. Все же большинство тех, кто обращается за косметологическими услугами на дому, пытаются сэкономить. Но что скрывается за низкой ценой, Елена Петровна? Как вы считаете? Ну, зачастую, конечно же, надомники заманивают к себе низкой ценой. Но мы проанализировали цены в лицензированных клиниках и цены на дому. И нам, к нашему удивлению, мы увидели, что цена отличается совсем незначительно. Порядка где-то тысячи рублей. А если цены действительно отличаются большой разницей, то, скорее всего, используются нелегальные препараты, незарегистрированные, то есть препараты с черного рынка. И мне хочется все-таки обратиться к зрителям, к потенциальным клиентам. Подумайте, все-таки это ваше лицо и ваше здоровье. У нас есть комментарий юриста по медицинскому праву. Давайте послушаем его вместе. Пользование нелегальных препаратов незаконно и небезопасно. На сегодняшний день существует две группы препаратов косметологии. Это медицинские изделия, например, феллеры, и лекарственные препараты, например, ботокс. Препараты и медицинское оборудование, используемые в косметологии, должны быть зарегистрированы и иметь регистрационные удостоверения. Данные документы подтверждают качество, эффективность, безопасность препаратов и выдаются производителям после прохождения клинических испытаний и экспертизы качества. Регистрационные удостоверения выдаются Минздравом России на лекарственные препараты, а на медицинские изделия федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. За ввоз и реализацию фальсифицированных, контрафактных, незарегистрированных медицинских изделий и лекарственных препаратов установлена административная ответственность в виде штрафа до 5 миллионов рублей. А при причинении вреда здоровью наступают уголовные наказания в виде лишения свободы. Пациент имеет право узнать у специалиста информацию об используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о производителе, государственной регистрации и сроках годности. Самостоятельно информацию о государственной регистрации медицинского изделия можно посмотреть на сайте Росздравнадзора. О государственной регистрации лекарственного препарата в Едином государственном реестре лекарственных средств. В чем же принципиальное отличие между приемом косметолога на дому и в специализированной клинике? Татья Анатольевна. Нужно понимать, что косметология – это равноправная отрасль медицины. И поэтому, конечно же, в клинике с вами обязательно будет оформлен договор на оказание той или иной медицинской услуги. Будет разъяснена суть планируемой процедуры и оформлено информированное добровольное согласие. Как и в любой поликлинике, будет оформлена амбулаторная карта, куда заносятся все сведения о проводимых процедурах, о названиях препаратов, вводимых о дозировках, о зонах воздействия, о тех или иных физических параметрах аппаратных методик. По окончанию процедуры обязательно будут даны рекомендации подробные. Вы получите на руки кассовый чек, акт выполненных работ, и позже вы сможете обратиться за налоговым вычетом. Что же мы имеем в случае, если человек обращается к надомникам? В этом случае человек абсолютно не защищен юридически. Нет никаких доказательств о том, что была проведена та или иная манипуляция. И в случае осложнений неизвестно, какой препарат вводился. Чаще всего люди об этом не знают. А осложнения встречаются довольно часто. Мы помним, что работают непрофессионалы в кабинетах и тем более в квартирах. В этом случае надомники, как правило, разводят руками. О чем вы говорите? Я впервые вас вижу. Самое обидное, что пострадавшие не могут обратиться в контролирующие государственные органы. У них нет никаких подтверждений того, что они обращались в ту или иную, условно говоря, квартиру. Нужно понимать, что... Да, и человек остается, собственно, один на один со своими проблемами. Нужно понимать, что и в медицинских учреждениях стопроцентной гарантии отсутствия каких-либо неприятных последствий или осложнений никто вам дать не может, потому что наш организм очень индивидуален. Но есть гарантия, что вы не останетесь с этой проблемой наедине. Будут приложены все усилия для того, чтобы разобраться в причинах осложнений, возможном устранении этих неприятных последствий. И даже во многих случаях мы можем обратиться к экспертному сообществу нашей страны. Лучшие специалисты России всегда с нами на связи. У нас крепкая профессиональная связь. Я правильно понимаю, что в домашних условиях невозможно обеспечить санитарно-эпогеническими требованиями все необходимое оборудование и помещение? Вам вопрос? На самом деле, да, это очень-очень важный вопрос. И очень важный момент, связанный напрямую уже со здоровьем и жизнью каждого человека. На самом деле, есть определенный свод законов Российской Федерации. Это санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, которые мы, клиники, просто обязаны выполнять. А что же происходит у тех, кто работает на дому или снимает маленькие частные кабинетики? Их никто не проверяет, никаких надзорных органов. И они работают, как хотят. Мы же, клиники, какую ответственность мы несем и что мы предоставляем для каждого пациента? Прямо-таки по пунктам, да? Первое – это отдельный вход только для пациентов и врачей клиники. Далее – это определенное количество кабинетов. Вот кабинет для первичного приема, вот кабинет для процедуры, манипуляций, вот кабинет для хранения отходов. У надомников все в одном месте, все смешано, да? Далее – в клиниках вся отделка, все покрытия, мебель, медицинского назначения, которое подлежит регулярной обработке дезинфицирующими средствами, да? Мы это не просто в магазине заказали или на рынке купили. Все по сертификатам. Далее – у нас у клиник есть особая система очистки воздуха помещений. Это обеззараживатели, рециркуляторы воздуха, ультрафиолетовые лампы, фильтры. Далее – это автоклавы, это сухожировые шкафы для дезинфекции всего оборудования, генеральная уборка регулярная, да? Весь комплекс мер. Конечно, нас проверяют и надзорные органы. Постоянные проверки не только частоты воздуха, но и стерильность всех помещений. Мы обеспечиваем стерильность и частоту воздуха и помещений, да? Далее – какой плюс? То, что все специалисты клиники, они проходят регулярные медосмотры и сдают анализы. То есть вы должны понимать, что вас лечат здоровые люди. Также все отходы мы не просто выбрасываем в мусорку, да? Приезжает организация, которая забирает все шприцы, иглы, да? Все утилизируется по правилам. Вот. И в конечном счете из всего перечисленного становится ясным, что особенно в такие моменты, как разгар эпидемий, не стоит забывать, как коронавирусная инфекция, получается, что именно клиники с медицинской лицензией, они и так готовы к безопасному приему населения, да? Вот. Это очень-очень важно. К сожалению, не то, что даже к сожалению, а получается ни морально, ни физически, ни материально надомники не могут обеспечивать всю цепочку безопасную, да? Вот. И, соответственно, по итогу, что мы получаем? Высокий риск заражения, инфицирования и осложнений. Пожалуйста, думайте и берегите свое здоровье. Я бы хотела так сказать и обратиться к гражданам. Я правильно понимаю, что и препараторы, которым пользуются нелегалы, точно тоже часто незарегистрированы, покупаются в интернете. Какие могут последствия, расскажет Светлана Юрьевна. Ну, последствия от приема незарегистрированных препаратов могут быть самыми серьезными. Самым безобидным это может быть просто отсутствие эффекта от проведенной процедуры, и зачастую это дискредитирует хорошие, проверенные временем методики, которые мы с успехом используем в косметологии. Когда препарат не зарегистрирован, не прошел определенный контроль, то есть мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что содержимое флакона либо шприца соответствует заявленному на упаковке. Это может быть и некачественный препарат, это может быть препарат низкой степени очистки, либо синтетический материал, что в последующем вызовет серьезные побочные явления, такие как аллергия, воспаление, отсроченные гранулематозные реакции, фиброзные, рубцовые осложнения, что может привести к стойким, необратимым, родующим деформациям лица и причинению вреда здоровью. Поэтому пройти процедуру у специалиста, это не сделать стрижку. И те последствия, которые могут быть на лице, они могут отразиться в течение всей вашей жизни, вашей карьеры, вашей личной жизни. Это очень ответственный шаг. И подходить к этому надо очень ответственно. Также не сертифицированным может быть и оборудование. Каким последствиям может привести оборудование? Не сертифицированное. Да, Ольга, вы совершенно правы. Если раньше домошники специализировались в основном на инъекциях, то в последнее время часть из них осваивают новые горизонты. Смело берутся осуществлять различные аппаратные процедуры. Это и лазерная эпиляция, это так называемые шлифовки лица плазмой, это смаз-лифтинг, это даже берутся удалять родинки и другие новообразования. В последнее время интернет, связан это с тем, что, наверное, интернет в последнее время просто пестрит предложениями дешевых аппаратов подделок, в основном китайского производства, именно для косметологии. И мы не знаем, лжеспециалисты или счастливы в своем неведении, они не осознают, ввиду отсутствия медицинского образования, всех рисков работы на таких аппаратах, подделках. Или же, я не знаю, или же, не имея ни стыда, ни чести, ни совести, осознанно, руководствуются только желанием заработать, и особенно идут на риск. Работа на таких девайсах причиняет вред здоровью, а иногда и даже, собственно, рискует жизнью своих пациентов. В наших клиниках мы используем высокоточное, замечу, это ключевое слово, поэтому оно именно безопасное оборудование, потому что высокоточное. известных мировых производителей. В разработку этих аппаратов вложен огромный человеческий интеллектуальный потенциал, годы исследовательской работы и испытаний. Не зря эти аппараты не могут стоить меньше 100 тысяч долларов. Естественно, они имеют регистрационное удостоверение Минздрава и разрешены к применению на территории нашей страны. А большинство аппаратов и во всем мире применяются успешно. Поймите, для получения результата врач должен точно попасть в цель. Говоря простым языком, недолет – это отсутствие результата, а перелет – это проблема, это травма, повреждения на всю жизнь. Чем опасна работа на подделках, на вот этих вот левых, как мы говорим, аппаратах? Там невозможно проконтролировать поток энергии. Он просто неконтролируем. Соответственно, что мы имеем? Мы можем иметь часто необратимые повреждения и осложнения. К нам приходят люди со страшными, бывает, ожогами, рубцами, и им обратиться попросту некуда после этого. Они идут все к нам. Хочется сказать, я вот хочу сказать, люди, пожалуйста, включайте голову, если инстинкт самосохранения не сработал. Вы должны понимать, что потратите на устранение таких вот последствий намного больше средств, чем визит в легальную клинику. Да. Часто эти последствия приходится лечить годами, устранять. А иногда они приводят к инвалидизации и, скажем так, к необратимым изменениям внешности. У вас одно лицо, берегите его, не рискуйте. Другая сторона этой же проблемы, то, что иногда надомники используют приборы для бытового использования, для пожилых, для пенсионеров. Они не могут достигнуть нужного результата, и это ведет к дискредитации методики и к разочарованию пациентов. А называют они это, так и называют. Фотоэпиляция, например, лазерная эпиляция, лазерная шлифовка, они называют вот таким же образом. То есть человек разочаровывается в данной зарекомендовавшей себя во всем мире методике. Чем же еще опасен прием на дому, Нина Станиславовна? Ну, вы знаете, мне хотелось бы как бывшему врачу-реаниматологу остановиться на одном аспекте, который никогда не принимается во внимание посетителям надомников. Это развитие аллергической реакции вплоть до инфалактического шока. Вы знаете, мы становимся все аллергично и аллергично, вокруг нас много химии, какая будет реакция организма, никто не может никогда сказать. И часто при проведении мезотерапии, анестезии, биоревитализации развиваются аллергические реакции. Плохо, это кошмар любого врача, даже в клинике. Но представьте себе, что на дому в течение буквально нескольких минут падает моментальное артериальное давление до нулевых цифр. Вот, нарушается дыхание, может произойти остановка сердца, отказываются функции всех жизненно важных органов. Вот, даже в условиях клиник, это страшно, я хочу на это повторить. Вот, иногда пациенты говорят, а я делала эту процедуру в клинике, мне вводили этот препарат, и ничего не было. И для того, чтобы сэкономить, он идет надумником. Вот, понимаете, когда происходит первый контакт аллергена и организма, вырабатываются антитела. Первый раз реакции может и не быть, а вот второй раз будет бурная реакция, вплоть до анафилактического шока. Вот, в каждой клинике существует алгоритм четкий, который отрабатывается постоянно, кто что делает в этих ситуациях. Потому что время идет на секунды, на минуты. Летальность анафилактического шока составляет, к сожалению, 90%. Даже при вовремя оказанной помощи. Это страшно. Это действительно страшно, я подчеркиваю это. То есть, если это происходит в клинике, то прописано четко, кто берет на себя общее командование, кто встает сразу на вену и начинает вводить препараты, кто вызывает скорую и контролирует давление. То есть, прописано все до мелочей. Нужно минимум три профессионала, которые работают быстро, четко, осознают, что они делают. Нужны медикаменты, нужен хотя бы мешок амбу для проведения искусственного дыхания. И теперь подумайте, можно ли это сделать в квартире? Может ли это сделать один человек, который никогда с этим не сталкивался, который, возможно, не имеет даже врачебного образования, и у которого просто не хватит ни рук, ни времени, ничего. Я хотел бы, чтобы очень хорошо об этом задумывались те, кто любит ходить по квартирам, по надомникам. Потому что я подчеркиваю, что даже в условиях клиники это очень серьезная реакция и очень серьезный момент. Как часто в своей практике вы сталкиваетесь с неудачными примерами работы косметологов на дому? Расскажите о наиболее серьезных осложнениях после таких вмешательств. Валерий Робертович. Да, я вот хотел добавить то, что Нина Станиславовна сказала, про то, что не только условий нет, и знаний, как правило, нет у этих людей. То есть это вот Нина Станиславовна, как бывший аниматолог, эти вещи знает, и то понимает, что это насколько серьезная вещь. Никому не поживаешь, это страшно, на самом деле. Ты увидишь, там вообще жутят несколько минут, и отеки, все-все-все, что угодно. А по своей части, как офтальмолог, я хочу сказать, вот такие вещи, например, неправильно использованы филлеров. То есть по тем зонам, которые питают глаз, например, артерия офтальмика, то есть блокируются, не так сделаны уколы, блокируют передачу, ну, то есть и крови, и всего остального, все, что идет вместе с кровью для питания глаза, да, ну, и результат слепота. Потом, вот Татьяна Анатольевна сказала про лазеры, да, если используют лазеры те, которые они, ну, тащат домой, например, да, там такие ситуации тоже возникают, то есть ни защитных очков не одевают, ни защитных приспособлений не существует в этих лазерах, да, пожалуйста, макула, разрыв макулы, прямой луч попадает прямо в макулу, слепота, опять то же самое. То есть это вроде кажутся простые вещи, но тем не менее это, их если соблюдать, опять-таки это в клиниках только можно соблюдать. Дома вот тут притащить все необходимое оборудование, чтобы защита, это все было, это нереально просто. Вот такие вот, с моей стороны, я считаю, вот такие даже ослаждения уже это трагедия на всю жизнь. У кого есть еще какие примеры из опыта о неудачных случаях? С вашего позволения добавлю, тоже вспоминаются случаи осложнений, когда к нам обращались пациенты именно с проблемами после применения аппаратных методик на дому или в съемных кабинетах, да. Например, такой случай, пациентка обратилась после процедуры на IPL-лазере, процедура называлась фотолечение, но важный момент, делалась она в съемном кабинете, естественно, без медлицензии, и, как оказалось, аппарат был без регудостоверения, не сертифицированный, то есть там на территории РФ абсолютно неразрешенный, но на нем проводилась процедура, да. Итог. Это ожог второй степени со всеми вытекающими, да, моментами на лице. Это пузырь, наполненный жидкостью нагноения, это корочки ожоговые, затем это сами рубцы, которые проступили на лице, на лице. То есть это травмирующие, уродующие, да, вещи. Конечно, коллеги, и со всеми я согласна, наверное, со мной согласятся, что, конечно, из-за индивидуальных особенностей организма все может произойти, да, и в клинике, и не в клинике, но, во всяком случае, у клиник, у всех есть статус, мы отвечаем за пациентов, мы им помогаем, мы их не бросаем, телефоны есть в доступе, поэтому мы всегда приходим на помощь. А также еще не могу не обратить внимания на такую одну процедуру, особенность. Значит, называется процедура плазмолайнер для подтяжки кожи на разных участках. Что это такое? Это, я бы сказала, нелегальная, дешевая пародия на СО2-лазер, это высокоточный аппарат для шлифовки лица, представляет вот этот вот приборчик нелегальный в виде такой небольшой ручечки, которым работает мастер. Самое страшное, что на этом приборе работают даже не специалисты, даже без среднего медицинского образования, что уж там говорить про врачей. И опять-таки вспоминаю случай, это был не один, не два случая обращения только в нашу клинику. Я уверена, коллеги тоже с этим сталкивались. Приходят с рубчиками, с пигментацией, не заживающей годами, да, то есть с просьбой о помощи. Когда начинаешь разбираться, всплывает вот это вот нелегальное оборудование, да. Поэтому это очень сложная ситуация. Я очень рада, что вы нас пригласили обсудить эту животрепещущую проблему, потому что конечный-то итог. К нам приходят пациенты, и нам приходится решать эту проблему. Зачастую это очень сложно. Иногда даже приходится подключать пластических хирургов. Не всё мы можем сделать. Ведь удаление филеров, гелий. Я уверена, есть случаи у кого-то осложнений после филеров. Достаточно часто обращаются именно с желанием удалить синтетический материал. То есть если мы посредством ультрутовского исследования подтверждаем наличие синтетического материала, удалить его можно только оперативным хирургическим путём. То есть только пластический хирург здесь может помочь. А это будет рубец потом. Правильно? На слизистый губ всё. Это уже нечёткий контур. Очень жаль. Самое интересное, что реклама идёт очень агрессивно. И вот как раз вот эта подтяжка век таким способом, и не профессионалами, подаётся как альтернатива блефаропластики. То есть вы можете не делать хирургическую блефаропластику. Собственно, они так и называют её. Да, они так и называют. Безапориационная блефаропластика. То есть это введение в заблуждение потребителя. А мне хотелось бы рассказать ещё, знаете, на последнем конгрессе был доложен совершенно дикий случай, от которого даже у бывалых косметологов волосы встали дыбом. Вот пациентки проводили на дому, соответственно, проводил врач-косметолог. Ну, не без лицензии, соответственно, не в подходящем помещении. Вот. Проводил подтяжку нитями, лифтинговыми нитями, зоны подбородка, щёчин подбородочной области. Ну, то есть вот низа лица как бы. Во время процедуры пациентка вскрикнула от боли и потеряла сознание. Вот. Врача это нисколько не смутило. Если бы это было в клинике, то, естественно, её бы оставили для наблюдения. Здесь доделали процедуру и отпустили домой. Пациентка два дня ходила с головокружением, с головной болью. Периодически были полуобморочные состояния. Позвонила доктору, сказала, что я чувствую себя плохо, что со мной такое. Она сказала, у вас всё хорошо. И пропала с контактов совсем. Ни телефон, ни двери не открывали, ни телефон не брал никто. Две недели женщина ходила с головокружением, с головными болями. Потом кто-то надоумил её обратиться к неврологу. Невролог, на её счастье, попался грамотный. Она сразу отправила её на УЗИ. На УЗИ узист, увидев, что женщине проперфорировали сонную артерию, представьте, сонную артерию, крупную артерию, в которой давление, как в водопроводном кране, пропороли фактически её насквозь нитью, и нить стоит в просвете сонной артерии, не поверила своим глазам. Вызвала сосудистых хирургов, те тоже не поверили своим глазам, немедленно взяли женщину в операционную. Оказалось, что во время постановки нити пропороли сонную артерию. Ну, видимо, был у женщины сильный ангел-хранитель, потому что не было кровотечения массивного и не было разрыва сосуда. Её немедленно взяли на операцию. Попытались убрать нить, вытащить её, но оказалось, что нить тоже была какая-то корейского производства не сертифицированная, она начала крошиться прямо в просвете сонной артерии. Побоялись символизации, что разовьётся в результате инсульт. Поэтому в результате женщине истекли часть сонной артерии вместе с этой нитью. То есть представьте, какой огромный шрам остался у молодой женщины на шее. Она поправилась, да. Осталась стойкая психологическая травма, естественно, вред здоровью. Доктор больше на контакт не выходил, не интересовался, и найти его не удалось больше. То есть вот наглядный случай того, как в домашних условиях, если бы это было в клинике, это бы не случилось. Во-первых, просто бы не попали, потому что надо постараться, меня коллеги поддержат, кто занимается нитями, трейдлифтингом. Это надо очень сильно постараться, чтобы так глубоко уйти и попасть в сонную артерию. Мы не работаем на таких уровнях, мы работаем на кожу, на подкожной клетчатке. Ну и во-вторых, что без наблюдения бы, конечно, никогда пациент не остался. Бывает всякое, но без наблюдения никогда не остаются. Клиники, которые находятся в таких городах, как наш, достаточно маленьком, где все друг друга знают, где всё это держится на репутации доктора, все очень дорожат своей репутацией. Я думаю, меня все поддержат. Конечно. Это игра в русскую рулетку, на самом деле. Выстрелить, не выстрелить. Конечно. Получится, не получится. Вообще экспертные клиники, конечно, часто сталкиваются с осложнениями. И часто эти осложнения, конечно, после аппаратных методик. Мы покупаем оригинальные достойные аппараты, как я уже сказала, соответственно, продвигаем эти методики. А недобросовестные, так скажем, конкуренты используют нашу рекламу даже для того, чтобы использовать свои вот эти вот подделки и несертифицированные аппараты и методики. У нас тоже был случай. Воодушевившись нашими результатами, она решила отправиться, наша жительница нашего города решила отправиться в Москву. Нашла там какой-то кабинет и решила сделать себе смаз-лифтинг альтеру. Потом, когда она столкнулась со страшными ожогами и синюшные все, обратилась в клинику нашей коллеги, известного эксперта Юлии Чеботаревой, Юлия мне звонит и просит помочь. Я не могу, к сожалению, представить фотографию, потому что эта пациентка обратилась к нам и просила не демонстрировать. А вообще, конечно, ужасная была картина. Мы ее лечили, мы справились с этим осложнением, но, конечно, я думаю, что это будет все-таки уроком для наших слушателей сегодняшних. Мне кажется, чем меньше знает специалист, тем меньше он боится. Вы знаете, потому что... Ну, нет, я же говорю, что они сейчас в своем месте нет. Знание, анатомия, патфизиология, гистология, сто раз подумаешь, делать или не делать, насколько это безопасно. Препаратов очень много, но я думаю, что вот мы все прекрасно понимаем, что косметология – это коммерческая, фактически, в общем-то, специальность такая. И то, что вот эти препараты выбрасываются постоянно на рынок фирмами, и каждому нужно обскакать конкурентов, поймать, как говорится, свою волну и получить свою прибыль, вот это приводит к тому, что препараты продаются, в общем-то, достаточно свободно и кому угодно. Вот. И если врач, который имеет большой опыт, который давно этим занимается, и вообще просто врач по образованию, опытный, он всегда подумает, стоит или не стоит. Мы как-то вот всегда стараемся подождать. Два-три года, когда появляется новая препарата, какие будут отзывы, а потом начинаем делать пациентам. Вот. И меня, наверное, коллеги поддержат, мы все испытываем на себе. Да. Любой врач все испытывает на себе, да. Мы ходим в крапинках там все в страшном виде, но испытав на себе, мы понимаем, ну, мы справимся, как говорится. Мы, по-моему, философски относимся к собственной внешности уже. Вот. И знаем уже, что мы справимся с этими осложнениями, зато мы не боимся потом вводить к пациентам. Вот. А вот то, что вот новое выбрасывается в порыве того, что у меня такой новый препарат, я вам сейчас сделаю его, вот это как раз вот прерогатива надумников. Это очень страшно. Непроверенные препараты вводятся и испытываются на пациентах фактически. Коллеги, а еще волнующая тема. В социальных сетях тоже было объявление о том, что удаление новообразований в частных кабинетиках на дому ведь это же такая серьезная тема. Ведь там можно пропустить какое-то злокачественное образование. Это очень страшно. Мы боимся, у кого, да, кто занимается удалением. Мы направляем на консультацию онколога. Мы на консультацию онколога. Дерматоскопия. А здесь просто на глазок. Здесь на глазок. Ну, вроде бы нормальное, да. Раз и удаляет, и снимает это, и выкладывает в социальных сетях. И просто становится очень страшно, на самом деле. Ну, так это незнание. К вопросу соцсетей, конечно, бы хотелось бы дать рекомендации нашим жителям нашего города и республики. Все-таки не искать врача и в Инстаграм. Потому что хорошим, занятым, востребованным докторам, как правило, некогда заниматься своим аккаунтом. И это уже все знают. Об этом уже все знают. Соответственно, какой совет можно было бы дать? Изучите сайты нескольких клиник вашего города. Посмотрите, что вам ближе. Хороший, достойный врач всегда дорожит своей репутацией, как сказали уже наши коллеги. Вообще человеческой, профессиональной. И никогда не пойдет работать где-то в кабинете или тем более на квартире. Поэтому репутация очень важна для хорошего специалиста. Мне кажется, еще проблема в подготовке специалистов. Когда мы начинали, все, кто вышел из классических... У нас, во-первых, почти у всех есть вторая классическая какая-то специальность. Кто-то гинеколог, кто-то хирург, кто-то терапевт был в прошлом. То есть это тоже дает большой плюс к общему пониманию проблемы. Когда мы начинали учиться, руки ставили. Не по интернету, посмотрев два часа, допустим, те же филеры начинали водить. Тот же ботулотоксин. Мы все сдавали экзамены, мы все проходили сертификацию. Был специальный регистр специалистов, которым разрешено продавать ботулотоксин. Сейчас, к сожалению, с развитием дистрибьюторской сети широкой, которым нужно выполнять план продаж, это все сошло на нет потихонечку. И это приводит к тому, что любой специалист может купить препарат и может его делать. Специальность поставлена на поток. Не имея для этого соответствующей квалификации. Радует то, что есть наказание для нелегалов. И у нас есть комментарий прокуратуры. Давайте посмотрим его вместе. Лица, которые оказывают услуги на дому, в том числе услуги косметического характера, обязаны зарегистрироваться в установленном порядке в налоговом органе. Иначе они могут быть привлечены к административной ответственности. В случае, если в ходе оказания таких видов услуг потребителям будет причинен какой-либо вред здоровью или даже создаться угроза причинения такого вреда, то данные лица могут быть привлечены уже к уголовной ответственности, что грозит назначением наказания вплоть до реального лишения свободы. Уважаемые гости, на что обратить внимание тем, кто впервые решил обратиться к косметологу? Татьяна Анатольевна, начнем с вас. Самое главное, конечно, это наличие медицинской лицензии на тот или иной вид деятельности. В данном случае косметология. Это документ государственного образца с голограммой. Он обязательно должен быть представлен на сайте организации и в самой клинике или в кабинете в открытом доступе. Не стесняйтесь проверять в реестре на сайте Росздравнадзора наличие лицензии, актуальность ее той или иной интересующей вас организации. Наличие документов, подтверждающих квалификацию врача. Причем очень важно, что эти документы должны быть гособразца. То есть документы, которые выдаются после 1-2 дневных обучающих курсов, не являются официальными документами. Да, это красивые бумажки, которые могут в большом количестве висеть на стенах, но они, к сожалению, не дают право специалиста на оказание медицинской косметологической помощи. Тоже хочется отметить, что врачи других специальностей, педиатры, стоматологи, ну, других специальностей, не имея образования по врачебной косметологии, также не могут оказывать данные процедуры. Это очень важный момент. Алена Сергеевна. Ну, еще раз хотела бы повторить, чтобы все обращали внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил, стерильность, да, то есть чтобы клиника, только клиника, еще раз хотела подчеркнуть, с медицинской лицензией может обеспечить всю цепочку безопасную нахождение там пациента, да. Вот, поэтому берегите свое здоровье, обращайте на это внимание. Валерий Робертович. А я бы хотел добавить, всегда смотрите, какие препараты вам вводят. Смотрите на регистрационное удостоверение, то есть, естественно, вводите их только в клиниках, исключительно. Не приличайте с низкой стоимостью процедуры. Качественные зарегистрированные препараты не могут стоить дешево. И еще все-таки клиники закупают препараты в большом объеме, и поэтому они могут как бы еще цены чуть-чуть или снижать, или сдерживать. А надомники себе это позволить не могут, потому что они все-таки берут препараты конкретно под каждого пациента. Алена Сергеевна, хотели добавить? Да. Хотела бы добавить, чтобы все пациенты обращали внимание на санитарное состояние и соблюдение стерильности в помещении, в клинике. Только в таких условиях можно соблюдать полную стерильность и незанесение инфекции в процессе процедуры. Берегите свое здоровье. Нет, Станиславовна. В заключении хотелось бы сказать. Берегите себя, не рискуйте. Иногда лучше вообще не делать никакие процедуры, чем делать ее у непрофессионала и в неподходящих для этого условиях. Мы все желаем вам счастья, здоровья, красоты, молодости и всего самого хорошего. Спасибо, уважаемые гости, за беседу. Наша программа подошла к концу. Всем здоровья, всего доброго, до свидания.